Иду забирать Анютку со школы, вы посмотрите, как красиво. Ястое небо, эти березоньки, щебечут птички. Красиво очень. У меня еще, честно говоря, минут 15 надо будет подождать Анютку на улице. Но вы знаете, по такой погоде, вот вроде как холодно, минус 15, хрустит под ногами снег, но совершенно не холодно. Какое-то, знаете, даже вот сзади меня, видите, березки? Из них ветром вздувает снежок. Очень красиво. Настроение такое хорошее-хорошее. Я для чего это снимаю? Для того, чтобы вас тоже зарядить таким позитивом, хорошим настроением. Что даже в морозе можно видеть что-то хорошее и прекрасное. И я понимаю, что ну или морозы сильнее ударят, или может быть поменяется влажность. И такой красоты завтра-послезавтра может уже не быть. Поэтому наслаждаемся тем, что сейчас я показываю вам через экраны ваших телевизоров, смартфонов. Немножко дальше пройдусь, покажу вам еще много-много красивых мест. Ой, ожидать-то, наверное, 15 минут на улице будет холодно. Но ничего, это, знаете, профилактика. Это хорошо очень для иммунитета. Сейчас я вам обойду, покажу красивые-красивые моменты. Снег хрустит под ногами, здорово. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот эта красота. Сейчас остановлюсь и не спеша-не спеша вам сниму это. Это очень красиво. Так, идемте в школу, у нас еще есть время, погуляем, пообщаемся. Что хотела вам рассказать. Пока ехала сюда за нюткой в школу, зашла, получается, группа, ну тоже школьники, но видно совсем постарше и помладше. И вот они гурьбой засыпались в автобус. С ними два преподавателя. Ой, как же красиво, непередаваемо. Вот, с ними два преподавателя. И самое интересное, что старшие дети начали пристегивать у младших деток. То есть, ну, капыши еще совсем, малыши-капыши, но они так, знаете, аккуратно, очень бережно, естественно, едут, пищат, визжат, где-то там толкаются они, ну такие смешные, потешные детки. Так, идемте сюда теперь. Вот сюда пойдем. И я впервые, на чем делала акцент, что я впервые это увидела, не все друг друга пристегнули, воспитатели, понятное дело, что, может быть, там один-два ребенка контролируют. Останавливает водитель автобус, заходит внутрь, и я даже остановлюсь, проверяю, что все дети пристегнуты. Вот мы здесь уже находимся не первый месяц, и я второй раз всего лишь наблюдаю такую картину, когда водитель останавливает автобус и проверяет, что все детки пристегнулись. Тянет меня сегодня на красоту показывать вам. Но какая же красота! И такое, знаете, прозрачное-прозрачное небо, очень красиво. Сегодня я себя поймала на мысли, понимаете, что не хочется быть одной, что хочется эту красоту разделить с кем-то, ходить с кем-то за руку, знаете, любоваться, с кем-то, обсудить все это, наслаждаться. Но потребности у меня, знаете, очень высокие и запросы большие. В каком плане? В том плане, что нужен человек, который без меня не сможет, знаете, как без воздуха жить. И чтобы я к нему испытывала такие же эмоции, чтобы я тоже без этого человека не могла. И на меньшее я просто не согласна. Помните, мы ходили сюда в беседку? Вот я вам недавно снимала. Так, вот сейчас пойдем мы с вами тоже посмотрим, как выглядит эта беседка. Только теперь тут бы еще не заблудиться во всех этих... Но здесь есть след, по которому мы будем с вами идти. Слушайте, ну красиво, как вы посмотрите. Вот как бы так вам все это снять? Ага, детки начинают из школы выходить. Некоторые сейчас пройдемся мы с вами. Ой! Смотрите, как здесь красиво. Подойду, покажу ближе, если камера заснимет вам все это. Самолет где-то летит. Так. Так, идемте, идемте, идемте. Раз. Красиво. Как, слушайте, как будто в сказку попали. И вот она школа наша. Очень красиво. Эти ветки снежные, такие лапы. Вот он камин, который я вам недавно снимала. Засыпала его снегом. Слушайте, ну жизнь прекрасна. И путешествие тоже прекрасно, потому что вы видите, вот в Турции своя красота. Она там такая, знаете, знойная. А в Норвегии она совсем другая. Ну что, идемте забирать Анютку нашу. Вот, забрала Анютку. Ну-ка, глянь на всех. Все, моя красотка. Ну хоть рукой помаши. Помаши рукой, Анют. Ну, не хочешь? Нет. Не хочет она. Ну ладно, бывает такое, что не хочет кто-то махать рукой в камеру. Но зато сегодня пятница. И очень хорошее настроение. И подарок в Токе. Да, и подарок в Токе-Боке. И еще будет какой-то... Последний день школы. Ну, перед выходными крайний день. Вот, еще я вам хочу сказать, что у нас сегодня с вами ждет еще один сюрприз. Сейчас говорить какой сюрприз не буду. Немножко попозже увидите, какой будет еще сюрприз у нас. Смотрите, какая красота. Красота какая. Лепота. Прям вообще, я не знаю, идешь. И нравится абсолютно все, 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 все нравится. Пока снимаю, сейчас мы еще на автобус опоздаем. А потом еще стоять на остановке минут 20. А стоять холодно. Да, 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 сейчас снимаю вам, какая красота. Обсуждаем с ребенком, что купили вафельницу. И она очень сильно хочет вафли. А я говорю, нельзя. Сказали, что сладкого категорически в школу нельзя. И мы решили, что мы сделаем с ней вафли. Вот, но вафли у нас будут с ней не сладкие. Вот тут без начинки, без всяких этих... Забыла. Без нутеллы. Просто будет сама по себе вафелька сладкая, и все. И вот он наш домик. И вот ребенок, который решил скатиться. Давай. Все, скатилась. Так, ну ты прям домой давай уже скатывайся. Телек-телек поднялась. А рюкзак! А рюкзак! Побежала она домой. Ой, ну как же красиво сегодня. Просто невероятно. Все. Гляньте, раз и домой пошла себе. Ну, наверное, я так домой пойду. Не особо видно, что здесь наш домик. Ну и сюда заходишь, заходишь. И здесь наш любимый красивый домик. Так. Телек-телек-телек. Круассан, который мы кормили птичек. Пусти меня домой. Пусти меня домой. А вы знаете, в чем кайф частного дома? Вот ты готовишь еду. И смотришь в окошко на такую красоту. Цветочки. Я знаю... А, кстати, вот мои орхидееки. Смотрите уже, какие у них отросточки. Я забыла вам, девочки, мальчики, рассказать. Дедушка, мой драгоценный сосед, принес нам вот такую именно лампу. Видите, она там вот идет. Недавно на днях я мою окна на лоджии. Да, я такая женщина, что я могу и зимой мыть окна на лоджии. И увидел меня, смотрю, несется, руками машет мне. Там что-то хай-хай. Я ему тоже кричу хай. И он подходит к машине, достает в багажнике какую-то коробку и несется ко мне. Я вижу, что это в упаковке лампа. Обзвонила кучу знакомых, потому что я такого еще никогда не видела. Вот эта часть верхняя, она из бумаги. Плотная бумага. И там лампочка одевается. И вот здесь затягивается все это. То есть для меня это очень-очень приятно. Он, знаете, радует меня подарками. Дедуечка, сосед наш. Хорошие все-таки у меня соседи. И вообще, знаете, вот человек кто-то будет смеяться, а я вам покажу, как есть. Вот живи в своем доме. Со своей корзиночкой для дров. Со своей табуреткой из Словакии. Со своей печкой. Ну это же просто прекрасно. Еще когда у вас есть вот такая звезда. И окно. И природа. И к вам должны приехать гости. Делаем сейчас котлетки у нас будут. И будет пюрешка. С багажом. Хорошо остаюсь. Только прилетел. Ждала 50 минут. Все, мама. Дело сделано. Так, ну и так, кто к нам приехал? Это кто, Аня? Это Паша. Это Паша. Аня грозилась очень давно выйти за него замуж. Она прям говорила, я выйду за него замуж, когда вырасту. Два года прошло. Пора еще. Пора выходить замуж. Почему вы едете? Почему вы едете? Ну я не хочу детей в 15 лет. Господи. Кто от чего на детей в 15 лет не хочет? Этого человека я вам сейчас скажу. Я вам сейчас скажу, я очень-очень рада видеть. Он еще не в курсе, конечно. Я не знаю, куда ему бедному сумки деть. Вот. Я потом вам расскажу более подробно. Сейчас мы делаем пиловафельницу. И так как приходят к нам гости, у нас вот будут первые-первые вафли. Сейчас я вам все это сниму более подробно. Маменьки! Вот тут девушка, видите, сейчас эту перчик она порежет. Суетится. А вот смотрит, стоит мужчина, как женщина суетится. Накрывает стол. Вы, конечно, полотенце, тряпки, ладно. Вы ничего не видели? Никаких сряпок, полотенец. Вот свеженькие вафельки. Красота, вкуснота. И Паша. Вот бедный Паша, понимаете, еще ничего не успел. Смотрите, это наш знакомый хороший. Настюшкин знакомый с детства самого. Человек, который, знаете, что у нас на кухне еще помогал ложить плитку. И когда не стало Сережи, на 40 дней приходил. То есть, ну, помогал нашей семье всегда максимально-максимально. Вот. И сейчас он полетел. Надо помочь человеку, чтобы не остался на улице зарегистрироваться. Попадет он там в скандик или куда. То, чтобы человек просто не остался на улице. Это очень важно. Потому что человек помогает вам все же, надо помогать людям тоже. Очень, тем более, хорошее здание. Ну и Настюшкины цветочки. Я вам еще раз поснимаю. Какая красота. Они умерли. Ну, умерли, но еще не совсем умерли. Вот мои уже умерли. Вон, сразу видно девочка. А я снимаю. Ну, мы про пушистые меховые тапочки. Я говорю, за меховые тапочки. Показывала им Гошу. Гоша. Ну что, вот вафельки. Уже в ход пошли вафельки. Это Каня пришла с соседки-мальчишка, друг. Вот они, видите, как дружат. Сидят вдвоем и играют в игры. Это у них такая дружба. Приходят и сидят по два часа. Кто в планшете, кто в телефоне. Ну что, уже вечер. Канютка пришел в гости Кирилл играться. Вот. Как он? Павлов. Вы говорили. Пашу. Пашу мы провели на регистрацию. Расскажи, как там все прошло. Что вам там не открывали какое-то время? Человека накормили. Напоили. И мы поехали в полицию Гардемон. Который называется САС-техник. Приехали без 10,4. А вообще написано, что не работают до 4. Но нас приняли. Ну, вначале дверь была закрыта, конечно, мы постояли. На 15 подождали. Но приняли и сразу отвезли на регистрацию. Спросила, куда он поедет дальше. Роды или Скандик. И может ли как-то на это повлиять поспособствовать то, что как бы тут находится знакомый. Ну и соответственно, конечно же, хотелось бы получше условий, чем в Роды. Сколько? Я тебя перебью. Это я ее просила, говорю, отведи человека, чтобы его зарегистрировал, чтобы он не остался на улице, встретить как бы. И что хочу сказать про Павла. Вы знаете, вот... Что Павел? Ну, Паша. Он не оценит, когда Паша. Да, вот, кстати, меня смотрит тоже. Что хотел сказать еще? Ну, в смысле вечно сбиваешь. О, если он посмотрит, он будет нос задирать. Сейчас его хвалить буду. Я, скажем так, знаю, вы знаете, его не первый день. И что мне в нем нравится, что вот есть мужчины, которые... Жду, что вот женщина должна себя проявить, и как бы там, знаете, надо заинтересовать. А есть мужчины, которые, они уже рождаются вот такими мужчинами-мужчинами. Если надо какая-то помощь, он приходит в дом, вот даже ему, что бы мы ни делали, ремонт делали. Она с этой болгаркой пытается пилить плитку. Человек просто забирает болгарку, сам все сделал. Приходит, она там ложит плиточку, он такой раз, пересадил, дальше сам положил эту плитку. То есть всегда во всем он приходит вот просто, с пустыми руками, раз, упаковку пирожных, что-то. Он всегда вот такой, знаете, мужчина-мужчина, вот прям чувствуется, что это мужчина. И, ну, мне многие подписчицы пишут там, знаете, какие-то моменты, описывают, как они встречаются с мужчинами. Я говорю, если мужчина вас не расположил к себе, если он не проявляет о вас заботу в самом начале, я говорю про взгляд, наверное, со стороны на ситуацию, о которых мне пишут подписчики. Если мужчина в самом начале знакомства не берет заботу о вас, не готов, знаете, брать на себя какую-то ответственность, то после развития отношений этого может не случиться. Потому что в характере человека либо он о вас сразу заботится, он так устроен, он по-другому не может. Либо вы ждете, 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 вот сейчас мы начнем встречаться месяц-два-три, и он будет обо мне заботиться. Не случится, не надейтесь. То есть, знаете, как женщина, вот либо женщина, либо нет. И человек либо мудрый, либо нет. Иногда приходит возраст без мудрости. Все, моя хорошая. Он себе потом, девчонку, он с вами будет скидывать, типа, на правах саморекламы. Так, ну вот то, что я спросила, можно ли как-то повлиять, то, чтобы он остался в скандике, а не в роде. Сказали то, что скандик переполнен. Человек вообще так, на самом деле, не пожаловался, а поделился со своим рабочим днем. Говорит, знаете, сегодня прилетело очень много семей, очень много детей, дети все были очень сильно уставшие. И от уставших детей очень сильно встали все мы. Типа, хотела бы поскорее его уже отправить, чтобы он поехал на регистрацию. Вот, и потом сказали, что все-таки в роде. Но посмотрим, как будет, и мы будем держать вас в курсе событий. Но если что, беженцы все принимают. Welcome to Norway. Да, и на 23-й год запланировано, если вот в этом году приняли 30 тысяч беженцев, в следующем году запланировано, что примут 40 тысяч беженцев. Они могли больше 30 тысяч примерно. Но именно украинских беженцев. Реально всего лишь 30 тысяч. Да, он же еще принимали и сирийцев, и всех остальных с Афганистана. Ну, а же 100 тысяч есть? Нет, нет, 30 тысяч по статистике. А вы знали? А я не знала. Ну, это по статистике. Хотя, заходишь в другую статистику, в некоторых... Ну, то есть я не буду. Каждый может зайти на сайт UDI и официально посмотреть статистику. А вы мне напишите. А мне интересно. Что, дорогие подписчики? Красотка моя. Я на нее смотрю иногда и думаю, в кого она такая красивая. Я просто не пойму. В макияж. В макияж, да. Я вот... Кстати, пойдем сегодня краситься? Нет, мы идем кататься. Я же на горке. Вот так, понимаете? Вот как только надо потрудиться, мама покатит. У нее сразу куча договорок и куча отмазок. Видите, тут корона такая выросла на голове и все. Корона. Все, до свидания. Все, пока-пока. А вот это, посмотрите, кактус. Его зовут как? Гоша. Аня назвала его Гоша. Я не знаю, почему Гоша, но теперь в нашем доме живет еще и кактус Гоша. Спасибо. toca. Продолжение следует...